Здравствуйте! Я Анастасия Емцова, а это информбюро программы «Чистых новостей». И вот грифы самых главных событий сегодняшнего дня. Гриф «Торжество», открытие новой молочной фермы, презентация сельскохозяйственной техники, гонки на тракторах и праздничное шоу. Все это на дне поля в Ипатовском районе. На праздники побывала Вероника Гринченко. Гриф «Гости в зоопарке». Детский контактный зоопарк принял новых поселенцев. Теперь гостей будут радовать испанские кучерявые голуби, журавль жужа, семейная пара камерунских козлов и гуанака. Подробности в сюжете Валентины Чернощековой. Гриф «На ковре». Турнир по боевому самбо прошел в Ставропольском университете МВД. Подробности в сюжете Алексея Форсикова. Гриф «Займись делом». Ты молот и мечтаешь стать бизнесменом? Тогда займись собственным делом. Подробнее о том, как стать успешным предпринимателем в новостях бизнеса. Гриф «Уносит». С какой силой будет дуть ветер завтра, расскажем в конце программы. Гриф «Торжество» сегодня на Ставрополе отмечает День поля. Крестьяне убрали весь урожай. Грандиозный праздник устроили в Ипатовском районе. Открытие новой молочной фермы, демонстрация сельхозтехники и гонки трактористов. Сюжетом Вероники Гринченко. Вот таким символическим перерезанием красной ленты открыли новую молочную ферму. Уникальна она тем, что ее главные рабочие – роботы. Управляются они искусственным интеллектом и не требуют постоянного присутствия оператора. Такая дойка коров без человеческих рук гарантирует высокое качество молока. За акцией «Покупай Ставропольское» стоит не просто квасной патриотизм какой-то, а стоит самое главное, что это продукты качественные. У нас, кстати, вот когда мы начали анализировать это, продолжительность жизни даже начала увеличиваться, потому что наши люди покупают наши продукты качественные, лучше питаются и живут дольше. После торжественного открытия молочной фермы гостей пригласили на самый главный праздник всех крестьян края – День поля. Здесь началась презентация более 300 единиц сельхозтехники отечественных и зарубежных производителей. Федор Иванович оказался на празднике не случайно. Главной целью для него было найти подходящую технику для своего хозяйства. Выставку таких масштабов не ожидал увидеть делится мужчина. В целом от презентации техники остался доволен. Приехали на выставку, очень рады, что такое проводится, посмотреть технику, что новое всегда пригодится. Вроде думаешь, все знаешь, а на самом деле увидели, еще что-то понравилось. Сегодня последний день уборки, но по предварительным подсчетам можно сказать, что Ставрополье побило все предыдущие рекорды по сбору зерна. Урожай собрано без малого 8 миллионов тонн. Урожайность, которая на сегодня, такой урожайности за всю историю, можно брать, любой совершенно период в крае не было. То есть мы сегодня получили максимальную урожайность, которой никогда не было на территории края. Поэтому мы можем говорить о том, что год для нас благоприятный. Организаторы Дня поля устроили обширную развлекательную программу для гостей. Авиашоу, конная джигитовка, но главной изюминкой праздника стали гонки тракторов. Тяга Ставрополя-2011. Вероника Гринченко, Андрей Чернов, Информбюро. Миграционная служба Минераловодского района нагрянула на один из местных рынков. Сколько иммигрантов обнаружили на торговых точках. Узнаете из сюжета наших коллег из Кавказских минеральных вод. Сегодня проверки управления Федеральной миграционной службы подвергся минераловодский рынок Руслан. Здесь, как и на других объектах, проверялись документы у граждан, приехавших на работу в нашу страну. И у работодателей, обеспечившим им рабочие места. Любая трудовая деятельность иностранных граждан на территории Российской Федерации должна осуществляться согласно закону. Для этого необходимо иметь патент или разрешение на работу. На текущий год отделом Федеральной миграционной службы Минераловодского района привлечено к административной ответственности 246 человек иностранных граждан. Из них 19 человек иностранных граждан выдворено за пределы территории России Минераловодским городским судом. Согласно закону о порядке осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, они должны четко следить за истечением срока выданного им документа и своевременно обращаться в УФМС для его продления или получения нового документа. Принимающей стороне обязательно нужно продлевать регистрацию иностранным гражданам согласно сроку, на который они регистрируются. Чаще всего незаконно работающих граждан на территории России выявляются на объектах индивидуального строительства. А вот что касается рынков, то здесь нарушения выявляются реже. К примеру, в сегодняшнем рейде их не выявлено вообще. Следует заметить, что работодатели, трудоустраивающие иностранных граждан, без соответствующих документов несут административную ответственность. Гриф гостей в зоопарке. Детский контактный зоопарк в Парке Победы принял новых поселенцев. Теперь гостей будут радовать испанские кучерявые голуби, журавль жужа, гуанако и семейная пара камерунских козлов. Подробности в сюжете Валентины Чернощековой. Анна часто приходит сюда с детьми. Каждый раз после посещения контактного зоопарка, говорит девушка, эмоции у детей просто море. А сегодня случай особенный. Остались большим впечатлением от камерунских козочек. Кажется, что они такие маленькие, как детки, попрошайничают. Оказывается, вот уже взрослые такие животные. Интересные очень таких. Накануне из Калининградского зоопарка привезли камерунского козлика Яшу. Предполагалось, что он будет жить один. Но Яша всячески отказывался. Он бастовал, не хотел есть. Оказалось, что его разлучили с его половинкой. В Калининграде у него была бяша. Пришлось ехать опять в Калининградский зоопарк, забирать ему пару. Когда привезли, ее привезли две недели назад. Когда ее привезли уже бяшу, он успокоился, питание нормализовалось. Не в пример рогатому собрату, но тоже новички, испанские кучерявые голуби и журавль жужа чувствуют себя спокойно. Всегда готовы к общению, тянутся к людям. Но больше всех детишек удивил Гуанаку. Он не только отказывался от еды, дружелюбно облизывал руки и ждал нового внимания. Нравится то, что у него такие большие глазки. Ой, ой. Его никогда не нравится. За что он так засасывает еду. Он прикольно подтягивается им пакетами. Завтра в 11 часов состоится праздник для детей, на котором и выберут лучшую кличку для Гуанака. Валентина Чернощекова, Юрий Корниенко, Информбюро. В Кисловодске юбилей отмечают библиотекарей местному храму науки исполнилось 50 лет. Наши коллеги из Кисловодска убедились, что вопреки огромной популярности интернета, городская библиотека по-прежнему находит своих почитателей. Как говорят сотрудники пятого филиала, некоторые из их читателей еще до открытия библиотеки стоят у двери, желая как можно быстрее получить интересующую их информацию. В этом убедилась и наша съемочная группа. Один за одним посетители разных возрастов устремлялись к стеллажам с книгами. По словам заведующей филиалом, каждый год к ним приходят более 3,5 тысяч читателей. И все они вновь и вновь возвращаются сюда. В отличие от интернета, я могу здесь более глубоко изучать предметы, поскольку я студентка, и мне нужно не обширное, а более глубокое изучение предметов. Мне нравится читать книжки. Здесь очень интересно, все красочно, всякие картинки, все нарисовано, все можно смотреть. В библиотеке пахнет книжками, а в интернете нет. Тут журналы интересные, тошка мне нравится, мурезилку я люблю читать. Я приехала отдыхать, я любительница кроссвордов. Естественно, попались вопросы, которые я не смогла ответить. Вот я заглянула сюда, но вообще мне здесь нравится доброжелательная обстановка, чистота, порядок, множество книг. Каждый из опрошенных нами в этот день посетителей филиала высказал немало слов благодарности библиотекарям, которые находят подход к любому читателю. Причем многие из сотрудников проработали здесь уже более 10 лет. Я в течение 10 лет хожу сюда, в эту библиотеку. Мне нравится персонал тут, вежливый, доходчивый, все объясняет, где какие книги лежат, место нравится. Обслуживание очень хорошее, то есть я довольна. Помимо основной задачи, которая стоит перед библиотечными работниками, прививания интереса к чтению книг, специалисты выбрали себе профилирующее направление – образ жизни, здоровье. Вот уже 14 лет на базе филиала действует клуб «Помоги себе сам», имеющий большую популярность в городе. Проходят лекции, люди делятся опытом, оздоровлением. Здесь можно узнать о новинках медицины, можно познакомиться с информацией из журналов и газет. Проходят презентации книжных выставок. Любой желающий может прийти и получить информацию о болезни, которая его интересует. Тут же эта информация распечатывается. Пропаганда здорового образа жизни ведется и в детских садах, и в школах города. А помимо этого, сотрудники пятого филиала регулярно устраивают тематические конкурсы, игры и викторины для своих читателей. Многолетние старания сотрудников были оценены грамотами, дипломами и благодарственными письмами с самого различного уровня. Поэтому в полувековой юбилей хочется пожелать и библиотекарям, и читателям взаимопонимания и тесного сотрудничества еще на долгие-долгие годы. И время новостей из мира бизнеса и экономики. Передаю слово нашей бизнес-ведущей Татьяне Федоровой. Тебе еще нет 30? Ты энергичен, инициативен? Ты мечтаешь заработать миллионы? Тогда займись делом. Кстати, это название, стартовавшее накануне молодежной акции по развитию предпринимательства. Организатор – Краевой комитет по делам молодежи. В рамках проекта планируется познакомить молодых предпринимателей с перспективой открытия собственного бизнеса и инструментами государственной поддержки. Заняться делом вместе с активной Ставропольской молодежью приглашены представители Министерств сельского хозяйства и экономического развития, Центра занятости населения, Общественной молодежной палаты и Администрации муниципальных районов и городских округов. Особенно полезными окажутся уроки успешных бизнесменов, которые на собственном примере расскажут, с чего начать успешный бизнес. Ознакомиться с графиком проведения встреч можно на сайте Комитета по делам молодежи. И если молодые бизнесмены, участвующие в акции, только постигают азы предпринимательства, то более активные уже получают грантовую поддержку. Накануне Краевой именэкономразвития распределила 30 млн. рублей среди сотни начинающих бизнесменов. По итогам последнего заседания конкурсной комиссии из 40 заявок победителями признано 8 проектов. Они и будут профинансированы. Каждый получит примерно 300 тыс. рублей на открытие своего дела. Нужно отметить, что предпочтение давалось проектам приоритетных направлений развития краевой экономики. Так, одни счастливчики откроют производство безалкогольных напитков по новой технологии на основе структурированной воды с использованием пряно-ароматических настоев. Другие построят мини-завод по переработке овощей и фруктов. А третьи организуют обучение малышей. В ближайших выпусках мы познакомим вас с каждым из них. Всего в текущем году на господдержку в виде предоставления грантов или субсидий молодым предпринимателям в целях создания собственного бизнеса на Ставрополе было выделено 30 млн. рублей, 80% из которых федеральные деньги, остальные из краевого бюджета. Бензин на Ставрополе продолжает дорожать. И пусть это копеечные изменения, они все равно больно бьют по кошельку автовладельцев. Мониторинг Ставропольстата показывает, в августе в цене выросли как дистопливо, так и самые ходовые марки бензина – 92-й, 95-й. Если в краевом центре литр Ай-92 только за прошлой неделю потяжелел на 10 копеек, то 95-й стал обходиться почти на полрубля больше. Эксперты не исключают и дальнейшего роста цен на бензин. И переходим к курсам валюты. Единой европейскую банки сегодня покупали за 41,20, продавали за 42,65 рубля. Это были все бизнес-новости на сегодня. Как всегда, желаю вам удачного вечера. Теперь о спорте. Гриф на ковре. Ставропольский университет МВД впервые принял представительный турнир по боевому самбо среди сотрудников полиции. С мастерами боевого искусства пообщался Алексей Форсиков. Впервые в своей истории спортивный зал Ставропольского университета МВД принимает такие представительные соревнования. На турнир памяти генерала милиции Виктора Воробьева съехались полицейские из Дагестана, Карачаева-Черкесии, Бурятии, Алтайского края, Ростова, Белгорода, Челябинска, Астрахани и Москвы. Все они действующие сотрудники полиции. Многие из них мастера спорта и победители российских и международных соревнований. С приветствием к собравшимся обратился президент Всемирной Федерации боевого самбо Алексей Малый. Сегодня здесь собрались спортсмены, работники правоохранительных органов, выпускники школ боевого самбо Северного Кавказа. Для того, чтобы продемонстрировать боевое искусство, сделать некий толчок для усовершенствования подготовки сотрудников силовых структур. Надеюсь, чемпионат пройдет в условиях дружбы. Мы обменяемся своим мастерством и сегодня победит сильнейший. Эльдар – сержант полиции из Махачкалы. Занимается самбо с самого детства. Мастер спорта и чемпион России. Начал соревнования с победы. Уверен в своих силах и как все его противники хочет выиграть. Один бог знает, какой я стану. Но я рассчитываю до конца драться. Победить сильнейший на этих соревнованиях все равно. От меня все зависит, я все сделаю. Я их покажу, вы увидите. Поддержка этого вида спорта, говорят в Крайспорткомитете, одно из важнейших направлений. Выделяемые на развитие деньги позволяют нашим самбистам добиваться высоких наград как в России, так и за рубежом. Школа работает успешно. Директор школы поп-шоу Мухаммед Аюбович тоже такой фанат своего дела, сослуженный тренер России. Молодец, много делает для развития этих видов спорта. Я скажу так, что и тренерский состав очень сильный, и спортсмены у нас, я скажу так, известны и в России за пределами. Так что самбо у нас и дзюдо, добавлю, на очень высоком уровне. Всего участники разыграют семь комплектов наград в семи высовых категориях. Турнир организован по олимпийской системе. Участники выбывают после первого же проигрыша. Эта интрига, говорят организаторы, раскаляет азарт бойцов и болельщиков. Алексей Форсиков, Юрий Корниенко, Информбюро. И настало время поговорить о погоде. Я передаю слово нашим уникальным метеоблизняшкам Маше и Даше. Здравствуйте. Это единственный мир и сунхронный прогноз погоды. Сегодня ночью на территории края плюс 21. Затров Ставра, Полинамыск и облачье с прояснениями. Днем 30, вечером плюс 20. В городах Кавказ, мистеральный ход, облачно. Днем 28, вечером 17 градусов выше 0. Ветер восточный, 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Заходите, смотрите онлайн вещание первого краевого информационного круглосуточного канала СТВ+. Обсуждайте чистые новости в чисторосском интернете и обязательно звоните, мы поможем. Телефон нашей редакции в Ставрополе 35 13 45. А у меня все. Вы смотрели информбюро программы чистых новостей. С вами была Анастасия Емцова. Хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»!